2020 год точно запомнится нам. И дело не только лишь в пандемии, но также и в замечательных играх, которые все-таки вышли несмотря ни на что. Уже ставший культовым Animal Crossing New Horizons до сих пор не покидает чарты продаж и в социальных сетях тысячи мемов на его тему. Сюжет мистической Deadly Premonition 2 все еще обсуждают на форумах, а обновленная версия Xenoblade Chronicles пополнила армию фанатов серии и дала им надежду на появление третьей номерной части. В ноябре и декабре на Switch выйдет еще несколько важных игр, а уже на следующий год и Nintendo и другие компании так вообще припасли целый ряд громких новинок. Многие из них станут хитами, а то и поводом приобрести саму Switch. Вот про такие предыдущие эксклюзивы мы вам сейчас и расскажем. Hyrule Warriors Age of Calamity — это яркий экшен, сюжет которого развернется за сотню лет до событий Breath of the Wild. Зельда и Линк должны предотвратить уничтожение королевства Hyrule, и в этом им помогут лучшие и легендарные войны этих земель. Поклонников ждут сражения с армиями Бакоблинов и прочих монстров в уже знакомом им мире. Age of Calamity станет классическим мусо-экшеном. Взяв в руки меч или другое холодное оружие, в них нужно вырезать орды врагов, периодически применяя суперумения и отдавая приказы союзникам. Будут, однако, и элементы The Legend of Zelda. Например, Линк сможет использовать свои бомбы и круговой удар, а также зрелищно уклоняться в режиме слоумо. Кроме того, разработчики обещают множество интересных сюжетных подробностей. Геймерам продемонстрируют бедствие, которое чуть было не обратило весь Хайрул в пепел. Если вы любите серию Зельда, то обязательно дайте шанс Age of Calamity. Бокс — это не только единоборство, но еще и хороший вариант фитнеса, позволяющий держать ум и тело в тонусе. Помня об этом, Nintendo создала фитнес-боксинг — игру, в которой есть все, что нужно для тренировок. Тут нашлось место и зажигательным музыкальным мелодиям, и грамотно составленным комплексам упражнений. Не только для новичков, но также и для умелых боксеров. В этом году выходит сиквел — фитнес-боксинг 2 Rhythm and Exercise. Он предложит игрокам еще больше инструкторов, композиций и всяческие улучшения, вроде возможности тренироваться вдвоем перед одним телевизором. Вырастет и количество разнообразных настроек. Если вы не играли в первую фитнес-боксинг, то советуем посмотреть обзор, над которым и в кадре, и на монтаже работала наша Алиса. Скорее всего, игра вам понравится, но лучше все равно подождать и начать сразу со второй части. Впрочем, владельцев оригинала в сиквеле тоже ждет теплый прием — им разрешат перенести все сохранения. Первая Bravely Default вышла 7 лет назад на Nintendo 3DS. Та игра, созданная под эгидой Square Enix, сразу же полюбилась фанатам классических JRPG и серии Final Fantasy. Новинка стала своеобразным трибютом всем популярным японским ролевкам 90-х годов, по которым соскучились многие геймеры. Во второй Bravely Default будет все то же самое, что и в первой, только красивее и продуманнее. Сиквел получит историю про четырех новых героев, которые должны спасти мир от сил тьмы. В центре сюжета — принцесса Глория, вынужденная убежать из разрушенного злодеями королевства, и моряк Сет. К ним также присоединятся два путешественника — Элвис и Адель, намеревающиеся расшифровать древнюю книгу магии. В сиквеле будет открытый полный сюрпризов мир, глубокая пошаговая боевая система и визуальный дизайн, созданный при участии легендарного Йосида Акихико. Ранее он приложил руку к культовым Vagrant, Story, Final Fantasy, Tactics и Ogre Battle. Вышедший на Wii U платформер Super Mario 3D World привлекал тем, что позволял играть и одному из друзьями. Причем весь его потенциал раскрывался именно в кооперативном режиме. В переиздании же усовершенствуют графику, отшлифуют геймплей и дополнят сюжет новой главой Bowser's Fury. В центре истории окажутся Марио, Луиджи, Тоат и Пич. Героям предстоит спасти короевство фей и их принцессу, которую по привычке похитил Баузер. В распоряжении персонажей будет волшебный колокольчик, превращающий их в котов и кошек, способных взбираться по стенам. Кроме того, он позволит надеть на голову ящик-пушку, из которой можно стрелять. Также герои могут клонировать себя двойной вишней, да и других увлекательных бонусов там предостаточно. В мультиплеер внесут важные улучшения. Кроме локального, в переиздании появится и онлайновый. Вы сможете играть вместе с друзьями не только при личной встрече, но и в любой свободный вечер. Знаменитый геймдизайнер Гой Тисуда старается создавать игры со странным юмором и гротескным оформлением, как персонажей, так и окружением. Также японец обожает выдумывать сумасшедшие истории и наполнять свои творения динамичным саундтреком. В первой и во второй No More Heroes он рассказал о легкомысленном киллере Тревисе Тачдауне, который сражался с элитными ассасинами и иногда пошло шутил. В третьей игре все будет примерно так же, однако протагонист станет не только убивать лучших наемников, но еще и спасать мир от сверхъестественных существ из космоса, которыми управляет бывший землянин по имени Дэймон. О сюжете и геймплее No More Heroes 3 известно немного, но есть еще одна примечательная деталь. В разработке участвует Дарик Робертсон, один из создателей комиксов «Пацаны», по которым не так давно сняли успешный нашумевший сериал. Пенера игры ожидалась в этом году, но ее перенесли из-за вируса. Надеемся, что пандемия не повлияет на качество долгожданного экшена. Недавно в ходе Nintendo Direct был анонсирован новый ролевой экшен про охоту на монстров и приключения в компании миловидных котиков-компаньонов. События Monster Hunter Rise развернутся после некоего великого бедствия. Игроки бросят вызов жуткому чудищу, которая вознамерилась погрузить мир в хаос. Слово Rise в названии неспроста. Герои смогут карабкаться по различным поверхностям, в том числе по вертикальным горам и стенам. Новый MonHan разрабатывают на обкатанном компании Capcom движке RE Engine, ранее легшем в основу нескольких Resident Evil и Devil May Cry. Кроме того, мир игры будет хоть и не открытым, однако карта станет больше, а путешествия между зонами обойдутся без подзагрузок, так же как в выходившей на стационарных платформах Monster Hunter World. Сомнений нет. Нас ожидает одна из красивейших игр для Switch. Кроме того, на платформах Nintendo традиционно много фанатов MonHan, и они точно заждались эту новинку. The Legend of Zelda Breath of the Wild впечатлила игроков со всего мира и сделалась живой классикой. В ней огромный полный жизней мир, где куда ни пойди, непременно найдешь приключения на свою пятую точку. Экипировка героя дает ему возможность лазать по горам, плавать по рекам и летать, пусть даже и постепенно снижаясь, на параплане. Еще Линк умеет замедлять время, использовать силу магнитов, стрелять из лука и создавать вкуснейшие блюда, чьи эффекты позволяют ему не умирать от перепадов температуры в горах и пустыне и повышают выносливость. Breath of the Wild — одна из самых комплексных игр, и ее продолжение наверняка будет достойным внимания. Судя по первому трейлеру, сиквел выйдет более мрачным. Фанаты предполагают, что вероятна история как с Меджорос Маск, которая следовала за культовой Окарин Офтайм, но радикально отличалась от нее стилем и настроением. Кроме того, в Breath of the Wild 2 не исключен кооперативный режим с Линком и Зельдой. Так это или нет, выясним в ближайшие полтора-два года. Sin Megami Tensei V анонсировали еще на запуске Switch. Тогда компания Atlas продемонстрировала первое видео своей игры, после чего новостей не было долгих три года. Лишь этим летом всем ожидающим преподнесли сюжетный трейлер. Эта новинка так важна, потому что серия Sin Megami Tensei уходит корнями в 80-е годы, являясь одной из самых старых и самобытных JRPG. Без нее не было бы ни знаменитой персона, ни покорившей весь мир покемон. Сюжет во всех СМТ разный, однако суть всегда схожая. Герой собирает команду демонов, сражается с такими же демонами и общается тоже с демонами. Кроме того, в играх можно встретить богов и других существ из мифологии. Сражение Шивы и Люцифера здесь совершенно обычное дело. Еще в СМТ есть функция Fusion, которая позволяет из двух существ сделать одно более мощное. Этот процесс селекции увлекает не меньше, чем битвы с врагами. Кроме того, очень важны фазы Луны. Так в полнолунии, например, многие монстры становятся агрессивнее. Пока неизвестно, какой выйдет Sin Megami Tensei V. Надеемся, что разработчики сохранят верность традиции, но не в ущерб зрелищности и удобству. Хидеки Камия не только подарил миру великую Дэйвил Мэйкрай, так еще и переосмыслил суть слэшеров, когда создал байонету. Ну а вторую игру про эту дерзкую героиню так и вообще нередко зовут лучшей в истории жанра. Глобальный сюжет серии прост и рассказывает о приключениях ведьмы, которые контролируют силы демонов и борются против ангелов, тех еще лицемеров. А вот боевая система глубока. У байонеты уйма способностей. Она элегантно жонглирует рукопашными, огнестрельными и магическими атаками, соединяя их в смертельные комбо. Ведьма умеет замедлять время и создавать жутких монстров из своей шевелюры. Камия и его студия Platinum Games уже вовсю трудятся над продолжением серии и обещают, что оно превзойдет ожидания всех фанатов. Оригинальная Pokemon Snap вышла еще на Nintendo 64. Однако следующий симулятор фотоохоты на карманных монстров появится только теперь. Для того, чтобы сфотографировать их всех, игроку нужно исследовать пустыни, джунгли и другие красивые нетронутые места, чтобы заполнить фотодекс. По заверению разработчиков, геймеры откроют для себя покемонов с новой, неожиданной стороны. Мимики и поведению монстров уделят как никогда много внимания. Модели и анимации наверняка будут лучше, нежели в раскритикованных именно за внешний вид Pokemon Sword и Shield. Нас ожидает не очередная JRPG, а спин-офф, призванный скрасить ожидания новой большой покемон. Надеемся, что игра справится с этой сложной задачей. В 2021 году серия The Legend of Zelda отметит большой юбилей — 35 лет. Поэтому мы и рассчитываем на релиз Breath of the Wild 2 и ожидаем, что Nintendo заодно подготовит ремастер одного из классических выпусков. Идеальный кандидат — это Zelda Skyward Sword. Вышедшая на Wii, игра выделялась великолепно раскрытым потенциалом моушн-управления. Для нее даже выпустили доработанную версию контроллеров Wii Remote. Свит же со своими джойконами просто создан, чтобы однажды приютить Skyward Sword. Кроме того, эта игра — приквел всей серии. История первого Линка до его многочисленных реинкарнаций. Хайрул еще даже не создан, а персонаж живет в городе на летающем острове. Герою предстоит спуститься в мир под облаками, чтобы победить зародившееся внизу зло. Именно в этой игре раскрываются сюжетные предпосылки знаменитой Ocarina of Time и причины появления Ганандорфа. Число поклонников Zelda значительно увеличилось после выхода Breath of the Wild. И новичков обязательно следует познакомить с истоками знаменитого фэнтези мира. В следующем году 35-летие отметит и культовая Metroid. Хочется верить, что Nintendo все же успеет выпустить к празднику четвертую Metroid Prime. Но год назад разработка проекта была перезапущена, а потому продолжение приключений Samus Aran мы увидим явно не скоро. Более вероятным подарком поклонникам может стать обновленная версия спорника Metroid Prime Trilogy. Слухи о ее неизбежном анонсе ходят уже очень давно. Этой серии игр удалось переложить формулу классических двухмерных метроидваний в трехмерное пространство, не потеряв сути жанра. В начале трилогии охотница за головами становится очевидицей ужасающих генетических экспериментов, затем отправляется в пекло конфликта между двумя планетами и близнецами, а затем сталкивается с разумным вирусом, который способен поглотить всю галактику. Metroid Prime до сих пор остается непревзойденным гибридом шутера и приключений, а потому мы с нетерпением ждем новостей. До конца осени наверняка состоится еще один Nintendo Direct, на котором возможны анонсы. Как только они состоятся, мы сразу же сделаем видео на эту тему, а потому жмите на колокольчик, чтобы уж точно ничего важного не пропустить. Увидимся на канале Нинтендо!